Еще одна авария в Иркутске произошла ранним утром. Водитель на легковушке сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по земле на улице 4-й железнодорожной. В результате ДТП подростка с травмами доставили в больницу. Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано уже 7 аварий, в которых пострадали 9 детей. Пятеро из них находились в автомобилях, еще четверых сбили на проезжей части. Чудом обошлось без пострадавших во время инцидента в одной из школ Ангарска. Там обвалилась часть потолка. Кто уже заинтересовался резонансным происшествием, расскажем в следующем материале. Сейчас на втором этаже школы номер 21 в Ангарске тихо. Хотя буквально два дня назад этот коридор стал поводом для волнения и бурного обсуждения учеников и их родителей. Прямо на перемене здесь упал с потолка кусок стыковочного швоздания. У нас это нестандартная очень ситуация. Мы очень рады, что все-таки никто из детей не пострадал, потому что ситуация произошла во время перемены. Основная масса детей была в столовой в это время, поэтому детей на этаже не было. На втором этаже у нас заключаются дети начальной школы. Они уже часть ушли домой, а часть перейдывались на физкультуру. После происшествия руководство школы приняло решение временно закрыть второй этаж. Ведь непонятно, что и на кого еще может упасть с потолка. Сегодня же для того, чтобы хоть как-то продолжать учебный процесс, учителя проводили уроки на оставшихся этажах в две смены. Прокуратура уже организовала по факту происшествия проверку. В ходе проверки прокуратуре будет дана оценка соблюдению законодательства при организации учебного процесса в сфере пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического, годостроительного и иного законодательства. По итогам назорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Завтра же для учеников 21-й школы проведут внеурочные занятия. Ведь уже сегодня вечером в здании начнутся работы по устранению последствий разрушения. Завершить мероприятие планируют до начала следующей недели. Также до этого момента планируют провести экспертизу других стыковочных швов здания. Ведь школа, как оказалось, была построена еще в 1956 году. И за это время ни разу не видела капитального ремонта. Школе безусловно необходим капитальный ремонт. К счастью, администрацию города Ангарска отработали. И на сегодняшний день имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт. И сейчас будем рассматривать варианты и возможности проведения капитального ремонта с участием средств областного и федерального бюджетов в 2024 году. Сейчас в учреждении числится 182 ученика. Шесть из них на домашнем обучении. И хочется надеяться, что все дети дождутся ремонта родной школы без происшествий. Анастасия Смирнова, Новости по будням.